МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7600 детей. Хотя, пожалуй, отдохнуть им будет некогда. День в лагере распределен так, чтобы школьники были максимально заняты. Ребенок с утра уходит в лагерь. У нас здесь трехразовое питание, прекрасное питание. На одного человека в день выделяется 26 рублей. Дети накормлены, дети находятся под присмотром. И помимо всего этого, дети заняты. Повседневная занятость родителей в обычное время, когда дети в школе не так заметно. В дни каникул дети предоставлены сами себе. Пожалуй, только родители младшеклассников могут более или менее точно сказать, чем будут заниматься их чадо на каникулах. Домашнее задание делать. Очень много домашнего задания. Отдыхать, цирк, зоопарк. Дети постарше пытаются занять себя самостоятельно. Хотя выбор у них не так уж велик. Гуляем. Да. Где? Везде. Ну, гуляю с друзьями тут. Везде ходим. Смотрю телевизор, видак. Играю в компьютер. Не знаю, чем заняться. Делать нечего нам. На финансирование пришкольных лагерей выделено 635 тысяч рублей. Из расчета 26 рублей на каждого ребенка. Специалисты утверждают, что этот мизер не позволяет открывать лагеря в каждой школе. В Орджоникидзовском и Железнодорожном районах, к примеру, нет ни одного. А в тех школах, где есть лагеря, нет возможности принять туда всех желающих. На каждые полторы тысячи учеников всего 200 мест. Поэтому педагоги вынуждены принимать лишь детей из многодетных и малообеспеченных семей. Или, как в 108-й школе, учеников спортклассов, чтобы иметь возможность увеличить юным спортсменам нагрузку во время тренировок. Остальные школьники остаются за бортом. Между тем, по словам специалистов, именно во время каникул растут детский травматизм и подростковая преступность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова